Петух, петушок, иди сюда, отведай зерна. Спасибо тебе, Урико, Химыко. Воробьи, воробьишки, и вы пожалуете. Ты наш друг, Урико, Химыко. Голуби, и вы летите. Ну-ка. И ты, ворона. А-а-а! Пиро-ро, пиро-ро, а меня-то не проводишь? Да что ты, Коршун, лети к нам. Хорошая у нас девочка. Лучше не бывает. Дедушка, я уже большая. Смастери для меня ткацкий станок. Ну что ж, сделаю. А ты, бабушка, научи меня ткать. Охотно научу, моя хорошая. Вот смотри на мои руки. Видишь, как уток по основе бегает? Да. А за ним длинная нитка торопится. Вижу, бабушка. Ой, сумею ли я так? Постараешься, так сумеешь. Я постараюсь. Слышишь, как поет станок? Слышу, бабушка. Прошло немного времени, и стала девочка искусной ткачихой. Красивые узоры придумывает Урико Химико. Похожи ее узоры на чудесную картину, на песню, на сказку. То рассыплет осенние листья по светлому полю, то выткет цепочку журавлей или синие морские волны, А на волнах кораблик, а в небе белые облака. Плыви, кораблик мой, плыви по голубым волнам. А что увидишь там вдали, то и расскажешь нам. Плыви, кораблик, плыви, да белый парус не порви. Плыви, кораблик, плыви, да белый парус не порви. Плыви, кораблик, плыви, да белый парус не порви. Плыви, кораблик мой, плыви по голубым волнах. Плыви, кораблик мой, плыви по голубым волнах. Плыви, кораблик мой, плыви по голубым волнах. Умеет обманывать. О, не обманет он меня, не откроет двери. Ну, до свидания, наша умница. Не скучай. Возвращайтесь скорее!